Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. Точечное поручение президента и разворот федеральных решений в сторону малых городов. Губернатор Станислав Воскресенский отчитался за работу правительства в минувшем году. При крушении самолета Ил-76 погибли двое жителей Ивановской области. Мы поговорили с их родственниками. Адвокаты в деле врачей просят назначить новую экспертизу и проводить ее за пределами области. Они опасаются давления на экспертов со стороны следствия. Собственно говоря, даже сейчас я по своей горящей спине ощущаю пару глаз, пронзающих меня. Ивановская область рассчитывает присоединиться к генеральной уборке. Это федеральный проект по ликвидации свалок в регионах и опасных объектов, оставшихся после различных производств. Мы находимся в новом корпусе 75-го детского садика. Он рассчитан на 90 мест. 60 из них для самых маленьких. А чем этот садик отличается от остальных, расскажет Юлия Семина. Прямо сейчас об этих и других событиях подробнее в прямом эфире Алина Марычева. Здравствуйте. Глава региона Станислав Воскресенский отчитался перед депутатами областной думы за работу правительства в минувшем году. Наряду с подведением итогов губернатор обозначил приоритетное направление развития области в 2024-м. Подробности у Ирины Афониной. Станислав Воскресенский сразу же заявил, сообщение будет основано на тех моментах, где удалось добиться хороших результатов, не только в рамках ЦФО, но и страны. Пояснил принцип работы правительства – работа на результаты. Ставились высокие планки, амбициозные задачи, что и привело к успеху. Начался анализ работы с главным финансовым документом. Мы с вами за последние годы разобрались с долгами. Мы один из немногих регионов, где вообще нет коммерческого долга. То есть мы эти огромные проценты коммерческим банкам больше не платим. В этой связи мы в 2022 году получили статус от Министерства финансов региона с высоким уровнем долговой устойчивости. И в 2023 году подтвердили этот статус. Три года, подчеркнул губернатор, за областью сохраняется статус региона с высоким качеством управления финансами. У нас снижен кредит, коммерческие кредиты по бюджету. Мы от них избавились. А это значит, что 500 миллионов рублей в год – это экономия. Экономия средств могла накопить резервы и на социальные нужды, и на помощь фронту. Помогать семьям военнослужащих, помогать участникам специальной военнооперации, нашим боевым подразделениям, которые сейчас воюют в зоне СВО. В 2023 году добились рекордных показателей по созданию региональной опорной сети дорог. 97,5% дорог, которые соединяют муниципалитеты, в нормативном состоянии. Это один из лучших показателей в стране. В перспективе прокомментировал Станислав Воскресенский ремонт сельских и внутригородских дорог. В прошлом году завершили строительство путепроводов в Горине. Это позволило разгрузить магистраль с самым высоким трафиком и продолжить развивать внутриобластные пассажирские перевозки на Орланах. Но главное, что это удобно людям. И об этом говорят цифры. Напрямую у нас перевезено в прошлом году Орланове более 1,2 миллиона пассажиров. Накануне внеочередного пленарного заседания в среду губернатор встретился с руководителями фракции Ивановской областной думы. Напомним, их три. Это была своеобразная подготовка к отчету. Мы понимаем, что социально-экономическое развитие региона динамично развивается. Но вчера мы при личной встрече говорили о проблемах, о тех вопросах, которые волнуют наши жители. Прежде всего обсудили капитальный ремонт школ. Волнует, успеем ли до 30-го года выполнить поручения президента и отремонтировать все учебные заведения. Губернатор подтвердил, успеем. Приняли решение изменить принцип получения льготных лекарств. Дмитрий Шелякин отметил эффективную поддержку предпринимателей. Благодаря мерам региональной поддержки ивановские бизнесмены, предприниматели смогли развиться. И сегодня мы занимаем первое место по легкой промышленности, по производству тканей. Входим в тройку самых активных пользователей маркетплейсами. Павел Смирнов озвучил проблемы, которые волнуют избирателей, о которых он рассказал губернатору. Возможность на законодательном уровне упрощения процедуры присвоения звания ветеран труда Ивановской области, ремонт и содержание дорог и сохранение исторической памяти. У нас в этом году будет 100-летний юбилей первого секретаря Ивановского обкома КПСС, министра легкой промышленности Владимира Григорьевича Клюева. Губернатор порекомендовал коммунистам активнее участвовать в проекте реконструкции мемориала «Красная талка». 26 поручений за 5 лет Владимир Владимирович дал лично только по Ивановской области. 26 поручений по конкретным вопросам. Все они либо выполнены, либо находятся, там есть и такого стратегического характера поручения, например, по развитию легкой промышленности, либо они находятся в стадии исполнения. Если раньше внимание уделялось столичным городам, то сегодня, цитата, «разворот в регионы, в малые города». Именно они в фокусе внимания. Наша область как раз и отличается тем, что большинство населения живут именно в сельской местности. Обозначено два основных направления стратегии развития. Это демография и технологии. Для регионов с низкой рождаемостью, а мы именно таковыми и являемся, будут отдельные федеральные программы. Вчера на встрече губернатора с руководителями фракций обсуждались как раз основные направления развития нашего региона. И сегодня поэтому в отчете не столько звучали цифры о том, что сделано, не только звучали факты, как мы жили, но самое главное, как мы будем жить, куда мы будем развиваться. Из 29 присутствующих на заседании депутатов положительную оценку работе правительства дали все 29. Ирина Афонина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». И снова мы возвращаемся к трагедии, которая случилась во вторник. В Ивановском районе рухнул самолет Ил-76. Все эти дни мы пытались выяснить, кто находился на борту. Официально заявляло, что это были два экипажа из Твери и Оренбурга. Мы точно узнали, что в самолете были и жители Ивановской области. Во вторник в Ивановском районе потерпел крушение самолет Ил-76. Погибли все, кто находился на борту. Трагедия потрясла регион и страну. В причинах разбираются эксперты. Официально заявлялось, что на борту находились два экипажа из Оренбурга и Твери. Нам удалось выяснить, что также в самолете среди пассажиров были двое жителей Ивановской области. Об этом рассказали родственники погибших. Станиславу Бьюгину было 33 года. Его тетя Наталья Исайкина рассказывает, что жене Анастасии и маме Елене Станислав позвонил в 13.20. Сообщил, взлетает. Через несколько минут новость о падении самолета. Мы знали, что он находится на этом самолете. Уже где-то был второй час. На работе сестра говорит, что упал самолет. Упал самолет. И я звоню Лене с сестре. И в тот момент мы понимаем, что это тот самолет. И Лена кричит, что да, там Стас. И как раз и жена там вместе работает. И мы все, я поехала к ним. И мы поехали на место крушения. Но мы туда нигде не попали на место. То есть нам никто ничего не сказал. Геолокация у нас показывала, что он там. Телефон был в доступе на самого вечера. То есть мы могли звонить, но никто уже трубку не врал. Вечером сообщили, что Станислав погиб. Наталья говорит, он служил на северном аэродроме. Недавно тучился на радиста. В разбившемся Ил-76 был пассажиром. Переправлялся на другой аэродром для охраны самолетов. Наталья не знает, как мама, жена и дети переживут такую потерю. У Станислава остались пятилетний сын и трехлетняя дочь. У них настолько была крепкая семья. И дети сейчас. Настя просто не знает. Она говорит, мы спать ляжем, папа завтра придет. То есть они его постоянно ждут. Она вот сказала, что хочет с психологом все-таки старшему объяснить. Попытаться объяснить. Но как это получится, я вот не знаю. Для нас это не знаю, какая утрата. У мамы он вообще единственный сын. То есть там еще папа инвалид остался. И он вот это был помощник. Ленин, вот опора была на всю жизнь. В катастрофе погиб и житель Ивановского района, 22-летний Данил Авдеев. Он родился и жил в селе Богородское. Служил на северном аэродроме. Мечтал стать военным летчиком, недавно женился. Между тем, жители несут цветы к знаку на выезде из Богородского. В чатах они предлагают поставить памятник летчикам и всем, кто был на борту. Уверены, уводя самолет от населенного пункта, они спасли десятки человеческих жизней. Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В Иванове продолжается ремонт пешеходной зоны набережной Уводи. Летом прошлого года габионы, которые укрепляли берег, сползли в реку вместе с ограждениями и фонарями. А в декабре прошлого года начался ремонт. По контракту срок окончания работ 30 августа 2025 года. Однако подрядчик планирует завершить работы досрочно. Пешеходное ограждение демонтировали, провели подготовительные земляные работы для обустройства свайного поля. Забили 150 обсадных труб для заливки свай. Их задача – защитить стенки отверстия от осыпания. Обустроили песча на основании под монолитную подпорную стенку. Заливку бетона в свае планируют начать, как только установится тепло. Ивановская область рассчитывает присоединиться к генеральной уборке. Это федеральный проект, который помогает рекультивировать в регионах свалки опасные объекты, оставшиеся после различных производств. Впрочем, такая работа проводилась у нас и в предыдущие годы в рамках других госпрограмм. Итоги обсудили на коллегии областного департамента природных ресурсов и экологии. Подробности далее. Самые опасные объекты накопленного вреда у нас на берегу Волги – остатки хозяйственной деятельности Заволжского химзавода. Это три емкости хранилища смоляных отходов, шлама-накопитель, навал химических отходов, котлован с ульфатом натрия. Работы ведутся по двум муниципальным контрактам. По одному четыре объекта и по другому два объекта. Стоимость этих работ составляет больше двух миллиардов рублей. Поэтому такой значимый проект, как и по финансированию, как и по объему работ, еще никогда не реализовывался в нашей Ивановской области. Еще один масштабный проект, растянувшийся не на один год – реконструкция дамбы в Юревце. Это позволило снять угрозу возможного затопления города. Ведь защитное сооружение было построено в конце 50-х и постепенно приходило в негодность. Согласно государственному муниципальному контракту, срок годности – пять лет. Ну, естественно, эта дамба простоит не одно десятилетие, потому что построено все капитально. И я думаю, наши, может быть, правнуки будут обсуждать здесь эти вопросы через лет сто по этой дамбе. Все надежно построено. Федеральная поддержка помогла в последние годы региону приступить к ликвидации старых свалок. Так, по нацпроекту «Экология» в Иванове завершена рекультивация полигона на Минской улице. Работы проводились два года. На площади в 9 гектаров было складировано более 300 тысяч кубических метров отходов. В этом году должны завершить подобные работы и в Кинишме, в микрорайоне Сокольники. В Сокольниках рекультивации свалки продолжается второй год. На объекте сформирован террикон, подготовлены скважины для отвода газов. Сейчас водоотводящий канал разрабатывается. Все работы идут строго по проекту, по плану, который каждый год с подрядчиком мы вместе согласуем. Я думаю, что никаких отступлений не будет и объект в этом году будет сдан вовремя. Обсуждались на коллегии и перспективы. Так, в этом году из областного бюджета выделены деньги на разработку проектов ликвидации свалок в Лухе и Юревце, а также прудов-накопителей с химоотходами в Кинишме. Департамент рассчитывает на расторопность муниципальных властей, чтобы было с чем выходить на конкурс для участия в новой федеральной программе «Генеральная уборка». Готовится сейчас и предложение по расчистке русел нескольких рек в регионе. Уже почистили 2,5 километра ТЭЗы в Шуе. В ближайшие 6 лет хотят заняться ТЭЗой в Холуе, Лухом и Уводью в Иванове между плотинами Бима и Самойловского комбината. Дарья Костина, Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Сейчас у нас короткая реклама, и вот о чем расскажем после нее. Адвокаты в деле врачей просят назначить новую экспертизу и проводить ее за пределами области. Они опасаются давления на эксперта со стороны следствия. Собственно говоря, даже сейчас я по своей горящей спине ощущаю пару глаз, пронзающих меня. Мы находимся в новом корпусе 75-го детского садика. Он рассчитан на 90 мест. 60 из них для самых маленьких. А чем этот садик отличается от остальных, расскажет Юлия Семина. В прямом эфире программа «Губерния». Мы продолжаем выпуск. Адвокат предпринимателя Юрия Ельчининова заявил в суде о недоверии следствия и давлении на его подзащитного. В четверг в ходе заседания по делу руководства Депздрава поднимался вопрос о назначении новой судебной экспертизы. Также были допрошены главврачи и контракт, направляющий 7-й Ивановской больнице. Татьяна Прокопенко из зала суда. Седьмая городская к числу потерпевших не относится. Но осенью 2020 года больница была перепрофилирована для приема ковид-больных. Ей потребовалось в срочном порядке тянуть линии с кислородом и приобретать концентраторы. Контракты на поставку заключал департамент. Закупка была экстренной с постоплатой. Но это решение спасло жизни горожан, уверена Анастасия Потапова. Она не взялась предполагать, что было бы в ином случае. У меня вообще страшно даже это представить. Если такая ситуация была, что нужно было принимать однозначные решения, иначе были большие потери, и тем арсеналом, который у нас был, мы бы не справились. Я считаю, что мы выиграли эту войну только благодаря тому, что тогда эти решения были приняты нашими руководителями. И, собственно говоря, это позволило спасти жизни ни одной тысячи даже людей. Вновь говорилось о дефиците кислородного оборудования, о скачках цен в условиях повышенного спроса. И вновь защита обращала внимание на то, что в оценочной экспертизе, на основании которой посчитан ущерб, чрезвычайные обстоятельства не учитывались. На предыдущем заседании эксперта Коренева допрашивали более двух часов. Его выводы посчитали неаргументированными и противоречивыми, а методы исследования примененными неверно. Адвокаты и их подзащитные настаивают на проведении новой экспертизы. Для защиты очевидно, что рынок государственных контрактов – это все-таки не рынок в широком смысле. Эксперт решил руководствоваться тем пониманием запроса, которое было необходимо следствию. Ведь если просто проанализировать аналогичные госконтракты, то контракты по данному делу не будут представлять собой ничего особенного. Следствие же, направляя эксперта по конкретному пути неверно, определило предмет доказывания. Нельзя сравнивать государственные контракты и договор поставки между юридическими лицами. Экспертизу защитник просят провести в федеральном центре при Министерстве юстиции, поскольку опасается давление на местных экспертов. Кирилл Мариненко заявил о недоверии следствию, об оказании давления на его подзащитного. Как пример, привел присутствие с некоторых пор на заседаниях суда представителя УФСБ. Оказывается, как прямое, так и косвенное давление. Собственно говоря, даже сейчас я по своей горящей спине ощущаю пару глаз, пронзающих меня. Но если какие-то представители следственных органов считают необходимым ходить в процессы, ради бога, у нас процессы открыты, мы даже не против, поскольку здесь мы все как бы и разрешаем. Мы полагаем, что если у суда есть возможность индифферентно к этому относиться, все у властных полномочий, мы уверены, что никакой тенденциозности в связи с этим не будет проявляться. То мы не уверены за то, что какие-либо эксперты, вот при таких сидящих рядом с ними людях, наблюдающих за производством экспертизы, будут свободны от такой тенденциозности в рамках проведения экспертизы, в том случае, если она будет где-то здесь проводиться. Адвокатам и их подзащитным еще предстоит обсудить формулировки вопросов, которые будут заданы эксперту. Рассматривать ходатайство о новой экспертизе суд будет после. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». За последние четыре года в Иванове построено шесть новых детских садов. Создано почти 800 мест для детишек. В рамках нацпроекта образования построены и три школы. А дополнительно на четырех улицах города отремонтируют и дороги. Обо всем по порядку расскажет Юлия Семина. Сапия, с чем у тебя будет блинчик? С сгущеночкой. С сгущеночкой подбор. Ой, молодец, отлично. Умничка, напекла блинчиком. Димочек, передавай ему, нужно помочь. Ди правая ручка, доченька. Татьяна, с чем будем блинчик печь? С сгущеночкой и с вареньем малиновым. Отличный выбор. Давай с тобой, дорогой. Вот умничка. Ой, молодец, напекли блинчиком с тобой. В новом корпусе 75-го детского сада занимаются малыши с нарушением речи. Главному зданию больше 60 лет. А этой современной пристройке всего три года. Рассчитано на 90 мест. 60 из них для самых маленьких. На первом этаже три ясельные группы. На втором – коррекционные. Благодаря пристройке у нас в штатное расписание были введены новые единицы. То есть это два учителя-логопеда. Поскольку две логопедические группы для детей старшего дошкольного возраста и подготовительные. Поскольку дети помимо учителя-логопеда нуждались и в психологической помощи, соответственно, еще в штат были введены ставка педагог-психолога. То есть дети получают комплексную коррекционную помощь, что позволяет им, ну, их речи, ну, выйти на новый уровень. Корпус строили с нуля. Сейчас помещения детского сада оснащены всем необходимым. Это игровое спортивное оборудование. Есть музыкальные и спортивные залы. Для удобства оборудовали кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, прогулочные участки и спортивные площадки. А еще в тихий час малыши отдыхают вот в таких уютных спальнях. Я пришла сюда как раз-таки с открытия пристройки. И мне все очень нравится. Есть прекрасное оборудование, которое помогает в работе. Дети в восторге, потому что все новое, аккуратное. И в таком пространстве очень здорово работать, особенно молодым специалистам. Есть простор для фантазии. Какой сад отдать ребенка? Как и многие родители, над этим Леонид Месцов думал долго. Я обошел все сады, которые здесь были вокруг. И зная, что у моей дочери есть определенные проблемы с речью, увидел здесь объявление, что здесь есть логопедическая группа. И поэтому нашей целью стало попасть именно в этот сад. Благодаря нацпроекту образования с 2020 года в Иванове построили 6 новых детских садов. Создано почти 800 мест для малышей. Плюсом построили еще три школы. Это больше тысячи мест уже для учеников. Все эти объекты мы постоянно мониторим, в каком состоянии они находятся. Практически жалоб не возникает. Но действительно, новые, современные, очень уютные, очень красивые здания у нас получились. Владимир Шарипов рассказал, в этом районе отремонтируют дороги. Так, в рамках нацпроекта БКД планируют выполнить работы на улицах Павленко, третьего авиаотряда Нефедова и Жугина. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания БАРС. В Ивановской области пройдет очередной сказочный кинофестиваль. Киноконкурс «Дети и сказка памяти Александра Роу» стартует 15 марта. В рамках кинофестиваля пройдут бесплатные показы сказок прославленного режиссера. Основными площадками станут учреждения культуры, библиотеки и ДК, музеи и кинозалы по всему региону. Перед просмотром зрители смогут ближе познакомиться с творческой биографией кинорежиссера из документальных роликов Александра Роу. Для многодетных семей на кинофестивале «Дети и сказка» организуют анимационный кампус. Фестиваль памяти легендарного сказочника режиссера-хуроженца-юривца Александра Роу пройдет 27 апреля. Событие в этом году посвящено Году семьи. В социальных сетях появилось видео, посвященное предстоящим выборам президента. Губернатор Станислав Воскресенский обратился к жителям региона. Сейчас с родителями проверили, как работает недавно открывшаяся школа в городе Иваново. Вообще за три года уже третью школу строим. Еще одну завершаем в Кохме. До этого 30 лет в городе Иваново вообще ни одной школы не строилось. Ну и старые приводим в порядок. Вот 12 уже капитально отремонтировали, 6 еще в этом году. И к 30-му году, благодаря решениям Владимира Владимировича Путина, должны все школы привести в порядок. Вообще есть позитивные изменения, и все они либо по инициативе, либо при серьезной поддержке нашего президента. Но вот смотрите, таких дорог между городами, как сейчас, у нас вообще никогда в истории региона не было. Потом ведутся масштабные ремонты социальных объектов. По прямому поручению президента строится дворец водных видов спорта. Кстати, хороший объект получается. Думаю, что будет один из красивейших объектов в Центральной России. Да, проблем еще очень много, но есть план у нашего президента, как эти проблемы решать. Это касается и здравоохранения, и ЖКХ, и главное, доходов людей. Почему я наоб этом особо заостряю внимание? В эти выходные состоятся выборы президента. Я, знаете, я очень люблю Ивановскую область. Хочу, чтобы люди здесь жили лучше. Хочу, чтобы регион развивался. Поэтому я пойду на избирательный участок и проголосую за Владимира Владимировича Путина. За человека, которому я доверяю. И вас прошу прийти поддержать нашего президента. Сами понимаете, эта поддержка сейчас особенно важна. В конце выпуска расскажем, какую погоду обещают синоптики на ближайшие сутки. Счастье в каждый дом. А ты готов к масленице? Нет? Тогда срочно в Унидом. Ведь 7 по 17 марта все блинные сковороды по оптовым ценам. В пятницу в регионе нас ждет облачное с прояснениями погода. Температура воздуха днем 3,5 градуса выше 0. Ветер юго-западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 60%. По прогнозам синоптиков, наступающие выходные дни в регион придет небольшое похолодание. Возможно, небольшие осадки. С масленицей вас поздравляем и сердечно приглашаем. Все заботы прости, приходите в гости прямо к нашему крыльцу. В Рио на Масленицу. В программе «Народные гуляния», «Блины» и многое другое. 17 марта с 11 часов в текстильном центре Рио. Приглашаем. Если у вас есть тема для репортажа, интересное видео или замечание, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты» и в группы «Барса» в соцсетях «Контакте или Одноклассники». Также обращайтесь в мессенджеры, телеграм, вайбер, ватсап, по номеру, который видите на экране, или звоните по нему. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего настроения.